Это классическая история, а люди время стал Антиох-Эпифан. Тема моя, Александр так ее назвал, очень ласковое наставничество, потому что я буду использовать другое слово, и не сразу, чтобы так пощадить меня и вас. Почему? Потому что сегодня вокруг этой темы, в церковной среде, вообще в теле Мессии, очень конфликтное, неоднозначное отношение наставничества. Помните, я не знаю, может вы помните, я пошутила, когда в прошлый раз Тима Мадрих была наставник, я пошутила по поводу того, что когда я узнавала о работе домашней группы, мне попался в бланк анализ работы домашней группы, и там были какие-то цифры, и было слово душепопечитель. И я не знала, кто такой душепопечитель, но четко знала, что он должен быть. Вы не помните, такой эпизод был. И я начала спрашивать, кто такие, вообще слово было такое, оно мне было незнакомое, я начала спрашивать, кто такие душепопечители. И в каждой общине душепопечителем был абсолютно другой человек, другая функция, и эти функции были друг на друга не похожи. В общем, было примерно так, все понимали, что душепопечитель должен быть, поэтому, вот Наташа, ты сегодня будешь душепопечителем, а ты говоришь, а что делать, сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот, и придумывали, кто на что гораздо был. Поэтому, да, в некоторых культурах это было, в некоторых общинах душепопечителем был человек, который, например, должен был подойти обязательно после собрания к новому человеку, познакомиться и взять его контакты. Вот такая миссия была у душепопечителя в других общинах душепопечителями были люди, которые обзвон делали, были звонящими, еще их называли. Ну, в общем, разные там. Придумывали им миссии. Вот. И фактически предмет, предмет, он будет связан с этим служением душепопечения. Поэтому не столько наставник, сколько душепопечитель, хотя это одно и то же. Мы будем разбирать этот предмет, я скажу несколько слов о причине вообще возникновения нужды об этом предмете. Почему этот предмет нужен, почему он существует. Вы знаете, что есть нужда, есть спрос, будет продукт, да. Причина возникновения этого предмета. Вообще этой темы. Причиной возникновения данного предмета является поломка. Не сочтите меня сейчас, что я вот какими-то громкими сейчас общими фразами буду говорить. Действительно, нам нужно вернуться в самое начало, в самое начало Адамовой истории. Иначе, если мы не разберёмся, это является основой вообще, если мы не разберёмся, что произошло с Адамом, вы, наверное, думаете, ну неужели мы сейчас будем там азы шаббат-школы поднимать. Не совсем. Не совсем. И да, и нет. Причина необходимости в душепопечении связана с поломкой. В поломкой. И не просто в человеке или в человечестве. Во Вселенной как таковой произошла однажды поломка. И мы это знаем. Есть причина, почему есть необходимость сегодня в душепопечении. И введение, моё введение, вот, может быть, этот первый час и второй, мы потратим с вами на то, что вернёмся к началу. Что произошло, что является причиной того, и мы будем очень глобальные вещи сегодня, не такие, связанные с конкретным персонажем или каким-то человеком. В общем, глобально будем смотреть на Адама, на человечество как таковое. И на поломку в человечестве. Во Вселенной даже, можно сказать. Мы потратим на это время. Это необходимо для того, чтобы перейти к сути. Если бы этой поломки не произошло, то и не было бы этой необходимости в душепопечении, а тем более не стоял бы вопрос в необходимости в душепопечении в теле Мессии. Ведь мы же не говорим о душе попечении за пределами. Какой-то такой странный момент. По идее, за пределами всё плохо, а вот в теле, в общем-то, должно быть всё хорошо. Но мы сегодня разбираем необходимость в некоем служении внутри тела. И нам нужно очень простые вещи, может, сложные вещи для себя сделать простыми. Сегодня, завтра, эти четыре дня будем смотреть на них. Что произошло? Сейчас такой экскурс в прошлое. И всё, что мы научились из основ веры. Что произошло? Благодаря, мы знаем с вами, да, что благодаря неверному выбору Адама произошла такая мега-поломка во Вселенной. Обычно, когда изучают принципы или послания, евангельское послание, то всегда берутся за самого человека. Вот человек согрешил, и что-то там с ним произошло. Когда человек согрешил, произошло не только с ним. Это проблема во Вселенной случилась, потому что как бы что-то пошло не так. Был замысел Божий, но благодаря вот этому неверному решению Адама замысел Божий был повреждён. Тут такой вопрос поднимается, что Бог об этом не знал. Конечно же, Бог знал, потому что Бог знает всё, и Он видел, что это произойдёт. Бог знает всё. И Он видел, что произойдёт с Его замыслом, с Его идеальной, так сказать, картиной, благодаря Адаму. Давайте посмотрим три вещи. Я хочу, возможно, вы можете их записать. Три вещи. Что произошло? Три вещи. Чтобы понять, где произошла поломка, в каких трёх сферах, нужно понять, какие три сферы для Адама были уготованы или запланированы Богом. Вот эти три сферы, послушайте, они и простые, и вообще-то глобально. Вот так вот смотреть на суть этой поломки, суть греха. Во-первых, и мы с вами это знаем, Бог создал Адама для себя. Бог создал Адама, и у Адама было прямое общение с Богом. Да, мы это знаем. Откуда мы это знаем? Бытие 3.8. И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Мы такие моменты, о таких моментах узнаём из Писания. Мы знаем, что Бог приходил в это место, которое было им создано для Адама, и они там общались. То есть это было что-то уникальное, чего ни вы, ни я, никто сегодня не имеет. Но мы знаем, что это было. Мы верим, что так было. Это было. Значит, что? Адам имел взаимное общение с Богом. Второе, что имел Адам? Адам имел сообщество людей. Вот здесь вот мы с вами немножко остановимся. Как вы думаете, когда будем сейчас сверять наши убеждения, друзья? Когда написано, что и посмотрел Бог на Адама, и сказал, что плохо человеку быть одному, что он имел в виду? Вот сейчас давайте вот, что вы знаете об этом? Ну вот. И сказал Господь нехорошо человеку быть одному, сотворимого помощника, соответствующего ему. Бытие 2.1. О чём здесь речь? Это простой вопрос. Всё время про его жену. Всё время про его жену. Про Еву. Про Еву. Ну про что здесь-то написано? Про что здесь? Про помощницу. Про помощницу. Что хотел Бог? Что сделал Бог? Общение, чтобы было какое-то, когда с Богом он не общался, чтобы он общался с кем-то. С кем-то. Адам общался с кем-то. И мы, когда читаем, вот, да, Пшат, прямое понимание, когда мы читаем этот отрывок, мы же видим только Адама и только Еву. Всё. Всё. Давайте сейчас выпрыгнем из своего привычного понимания. И услышал, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимого помощника, соответствующего ему. Бытие 2.1. Значит, проблема какая? Плохо быть человеку одному. Решение проблемы. Какое было? Как Бог решил проблему? Создал Еву. Просто ли Он создал Еву? Друзья, давайте сейчас посмотрим последствия. Размножение. Он не дал ему Еву просто. Что тебе, Петя, плохо, а тебе, Таню. Что тебе было хорошо. Человеку как виду, если можно сегодня так прямо ужасно говорить, как человеку, Адаму, в единственном экземпляре было плохо, потому что ему нужно было общество, социум, таких же, как и он. И для того, чтобы это произошло, здесь ещё немножко провокации, простите. Он, как вы верите, взял ребро? Или как вы? А что сделал он? Цело, вы знаете, да? Что цело? Вы верите немножко, что изучаете? Цело. И взял он цело, навёл сон, анестезию сделал. Я сейчас говорю об взгляде Адина Штензальца, это один из известных учителей, почитаемых в иудаизме. И дуречи, я, к сожалению, эту туру не сохранила. Я даже не знаю, я её держала в уках, я её читала, но я не помню, где и моя ли она была. Я читала такой перевод. Слово цело, ребро, переводится в нескольких значениях. Все выбрали почему-то кость, ребро, но это точно так же, как бок или сторона. Бок, сторона и ребро, как аллегория. Как хотите, в принципе, от этого, на спасение-то, да, не влияет, слава богу. Вот. Мне почему-то кажется, что Адин Штензальц очень, ну, намного ближе к правде, когда он говорит, что и навёл сон Бог на Адама и взял одну из сторон его. Взял одну из сторон его. И вот почему, как я думаю, когда Адам проснулся и увидел свою сторону, а не ребро, он сказал, это моя плоть и это моя кость. Он узнал себя. Он узнал свою суть в другом человеке. Потому что, представляете, Адама, который никогда не видел ничего подобного. Тогда вот Марк Твен, который описывает, потрясающе он это, очень. Вы не читали? Обязательно почитайте. Обязательно почитайте. Обязательно почитайте его версию художественную о том, что произошло в Эдеме, когда Адам увидел Еву. Это очень смешно. Она говорит, она всё время издаёт звуки и у неё течёт вода из глаз. И она вытирает их тыльной стороной ладошек. Она всё время ходит за мной и всё время что-то называет. Почему она считает, что Ниагарский водопад он Ниагарский? Я говорю, это название не подходит. Она говорит, очень даже подходит. Ну почему он Ниагарский? Потому что он похож на Ниагарский. Там юмора очень много. Я от неё, я сбежал. Бежал три дня. Бежал три дня, она нашла меня. Приручила волка и нашла меня. Зашла в мой шутёр и снова начала что-то говорить. Вот это вот всё и потрясающий момент, когда произошёл грех, как он описывает, когда краски сменились. Ладно, отступление. Так вот, Адам, который никогда не видел Еву, вдруг видит это нечто и говорит, что это он или там это что-то взятое от меня. Ну, опять же, мы можем фантазировать по этому поводу, но всё-таки, друзья, надо смотреть чуть-чуть дальше двух людей на земле. у Бога был план создать человечество, а не просто одному мужчине дать одну женщину. И когда вот это уже наше верование или понимание текста в Писании и наше применение этого текста, когда написано, что Адаму было плохо одному, нехорошо быть человеку одному, кто-то берёт это для брачных учений, для учений, для союзов между мужчиной и женщиной, да, и вот плохо значит, сердце должно быть хорошо, потому что если ты один, то это плохо. Если ты не знаешь, что это плохо, сейчас мы тебе расскажем, что это плохо. Вот. И такое применение, но люди, которые не могут смириться со своим, допустим, безбрачием, они плохо, вот написано плохо, и мне плохо, все это плохо. Если вы знаете, то в Новом Завете, когда речь идёт о безбрачии, о безбрачии, то написано, что одни такими родились, вторые такие сделались от человеков, а третий, и там стоит слово, друзья, харизма, дар от Бога. А другие имеют дар от Бога жить без партнёра, и это высокий дар от Бога, это не ущербность, это не ущербность, которой надо стесняться, это высокие вещи, это способность человека от Бога прожить эту жизнь в удовлетворении, гармонии, целостности. Как Раневская сказала, половинка есть у попы и таблетки, а я целостная. Вот. И вот у неё, ей удалось как-то, знаете, восстать против этого безумия. А вы понимаете, о чём речь. Всё-таки речь идёт о человечестве, а не только мужчина-женщина. Чуть-чуть шире на это смотрим. Итак, первое, Адам имел общение с Богом, второе, Адаму был дан социум, люди, и третье, что было ещё дано Адаму? Адаму было совершенно понятно, что он хозяин земли, и она ему принадлежит. Ему это было понятно, было сказано, ну давайте так, 2-5 бытие, всякий полевой кустарник, которого ещё не было на земле, всякую полевую траву, которая ещё не росла, ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Человек для возделывания земли, или ухаживания, или владычества, и взял Господь Бог человека и поселил его в саду адемском, чтобы возделать его и хранить его. Это были заповеди. Возделывайте, наполняйте землю, земля дана была, Адам был её хозяином, земля была дана Адаму во владычество. Вот эти три вещи, они были Богом в гармонии, в целостности приготовлены для Адама. Вот когда происходит эта сумасшедшая поломка, она же ломает не только связь человека с Богом, он же, давайте посмотрим, что произошло между человек и человек. Что происходит между человек и человек, мы тут же узнаём об убийстве. Приходят неведомые до этого момента чувства, когда это зависть, это ненависть, это соперничество и прочее, что мучает душу человеческую на протяжении всех, сколько людей есть, только есть это мучение души в этих недугах, в этих порохах душевных. Происходит убийство, нарушены взаимоотношения человек к человек. Давайте посмотрим на третье, что человек делает сегодня с планетой. Просто. Он теперь ведёт себя не как господин и хозяин, вот говорят, когда смотрят на разрушенное место, говорят, нету хозяина, да? Вот земля, она сегодня не имеет хозяина, человек относится к земле как потребитель, который вот должен сегодня урвать последний кусок для себя. Вообще поломалось всё на самом деле. И кто-то говорит, что есть неоплаченные счета церкви, которые потом нам придут с пенёй большой. верующие люди, они не считают своей частью или не обращают внимания на вот эту третью функцию свою совсем. Они считают, что это задача Greenpeace или там других благотворительных организаций и так далее. Давайте подпишем петицию, падает уровень мёртвого моря. Давайте все там пишем, пишем. Ничего, давайте не покупать косметику просто, которая тоннами изготавливается на минералах мёртвого моря и солях мёртвого моря. Каждый из нас идёт, покупает и думает, а все делают, что будет от одной баночки или там скляночки, если я куплю. Насколько серьёзно мы относимся к пластиковым пакетам? Можем ли мы сказать, нет, не надо мне этого мешочка сегодня? Мы же думаем, что такая мелочь вообще какая? Ну, пусть эти, вот как их там в Швеции живут, у них мусор закончился, так они импортируют его из Норвегии. У людей просто нет мусора. Вот за счёт них мы можем загрязнять. И мы не считаем, что это вообще наша проблема. Человек свои взаимоотношения с Богом, с Социумом, с Землёй поломал абсолютно все. И вот эта Личность, которая была создана не для первой, не для второй, не для третьей половинки, что с ней произошло? Насколько эта Личность изуродована, если у неё забрали всё, на базе чего она там выросла, была вылеплена, сформирована? Что происходит с человеком, когда у него подкосилось основание? Случалось ли у вас такое в жизни, когда вы чувствовали, что вот, как говорят, земля уходит из-под ног, когда нарушается основание, что-то такое приносящее покой? Какое состояние у человека в этот момент? По шкале от нуля до самоубийства, правда же? От полного покоя до самоубийства. Всё, что хочешь, происходит с людьми. Они не вы... Человек психический, психологический очень тяжело переносит, когда у него повреждаются какие-то жизненные основания. И Ишуа нам сказал, поэтому, что смотрите на основание, и пусть не будет, да, никакого другого в вашей жизни, кроме краеугольной камень и шву, потому что вот эти вот потрясения, они в жизни, они будут. Если твоя жизнь как дом, построенный на песке, то при первом наводнении ничего от неё не останется. Потрясения не будут, и мы их все очень тяжело переживаем. Что произошло с Адамом, который пришёл в мир, где было поломано абсолютно всё? Он не знал, как жить. И может быть, я немножечко вам кажется, что я загнула, я обнаружила одно место в Откровении. Специально посмотрела греческий перевод, в каком контексте это слово там употребляется. 24 старца, стоящие перед престолом, перед Богом на престолах своих. Пали на лица свои, поклонились Богу, говоря, благодарим Тебя, Господи, Божий Вседержитель, Который есть и был и грядёшь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. Рассверепели язычники и пришёл гнев Твой и время судить мёртвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святыми, боящихся имени Твоего, малым и великим. И послушайте, это Откровение 11 глава, я сейчас читаю, 18 стих. И погубить губивших землю в контексте планету. и погубить тех, кто губит планету. Это книга Откровений. Я думаю, что для нас это ещё вообще очень далёкое, мы ещё с Богом не разобрались, с собой не разобрались, вообще тяжело разбираемся с социумом, куда нам до той планеты, нам ещё туда далековато, об этом даже начинать думать. хорошо. Итак, с Адамом произошла ужасная вещь. Теперь он со временем начинает забывать лицо Божье. Время всё стирает в памяти человека, очень часто. Мы на своей жизни это можем попробовать, так сказать. Со временем он забывает откуда он и куда, где его начало. тоже мы запишем эти с вами три вопроса, они, скорее всего, будете их теперь, после того, как вы их запомните, запишите, вы будете их встречать в других, может быть, книгах, каких-то учебниках. Со временем он забывает откуда он пришёл, где его начало, он не понимает, почему с ним это всё происходит, почему я здесь, человечество спрашивает, почему мы здесь, почему мы не там, да, зачем человек живёт, он смысл жизни начинает искать, он не понимает, он забыл. Где-то на генетическом уровне у него тяга вернуться в Эдем постоянно есть, но он не помнит, потому что он уже не в Эдеме, потому что он уже не встречается с Богом, его мучают вопросы, куда я иду дальше, то есть он не помнит, откуда он пришёл, он не помнит, почему он здесь, и он точно не знает, куда он идёт. И все ищут смысл жизни. Я сегодня в поезде, очень смешно было, одна женщина читает книжку, в чём, такими большими буквами, настоящий смысл жизни, вторая записывает, все авторы, все советуют друг другу книги, значит, о смысле жизни, их море, подойдите к прилавку, просто каждый предлагает свои варианты, почему? Ещё раз, потому что есть спрос, этот вопрос действительно волнует человечества. И теперь, что происходит? Эти вопросы остались водами, и теперь ни физика, ни химия, ни какие-то такие процессы, вообще непонятные процессы, вообще непонятные, необъяснимые, мучают постоянно людей. Внутри постоянные, неотвеченные, непокрытые вопросы. Откуда мы пришли? Можете их записать. Это вот этих три вопроса. Это вообще то, что покрывает нужду человечества, в том плане, чтобы успокоиться от вопросов, наверное. Откуда мы пришли, почему мы здесь и куда мы идём? Я прочитаю цитату из Льюиса книги просто христианства. Если бы Вселенная не имела смысла, мы бы никогда не смогли обнаружить, что она не имеет смысла. Точно так, как если бы во Вселенной не было бы существ с глазами, то мы никогда бы не обнаружили, что нас окружает тьма. И ещё. Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить это, то, вероятнее всего, это можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Внутри человека есть всё время поиск. Или он его глушит, или он всё время ищет ответы на вопросы, но этот поиск идёт постоянно, как такой рефреш, бесконечный. И вот смотрите, что происходит. Происходит вот катастрофа, она отражается водами, катастрофа во Вселенной, она отрождается в человечестве, нас с вами, мы такие весёлые наследники всего этого дела. Человек теряет основания, ещё раз повторюсь, его жизнь превращается в катастрофу, страдает его душа, страдает психика, меняется его поведение, в общем-то наступает тьма, потому что он теряет источник света. И он, находясь в таком состоянии, безусловно, ищет обратно какой-то выход к этому свету. И начинается поиск. И вот если говорить о глобальном восстановлении Адама, о глобальном, мы иногда вот так вот думаем, вот такое. Если говорить о глобальном восстановлении Адама, то должны произойти три вещи. Восстановление с Богом, исправление социума, отношений с людьми и ответственность, ну это же совсем высоко, да, за землю, на которой мы живем. Ни у кого вопросов сейчас не возникает, зачем нам, например, это надо, если она все равно сгорит? Да, возникает. Возникает, да? Вот. Так. Друзья, мы находимся с вами в таком времени, когда вчерашние ответы больше не удовлетворяют. Новых, возможно, мы еще не приняли. Я вам скажу, расскажу об одном из, об одной из версий, хорошо, об одной из, надеюсь, меня еще потом после этого будут приглашать. Ну, просто надо подумать об этом и все, это как вариант. Кто из вас смотрел фильм «Интерстеллар»? Спасибо. Весь один человек. Спасибо. Мы же с вами живем в определенном измерении, правда? И то другое измерение, в котором мы никогда не были, оно нам-то не очень-то понятно. И есть ли человеческие слова, которые могли бы его писать, как оно там? Вот какие-то слова так вот взяли, описали, мы бы раз и все поняли. Это невозможно. Потому что есть процессы, которые литературным, не знаю, языком, который нам с вами доступен, написать нельзя. Именно поэтому существует например, Бог тебя держит в крепкой своей руке. У меня вопрос, какая рука у Бога? Какого она размера, сколько в ней пальцев и так далее? Если у него вообще рука, если Библия говорит, что он держит нас в своей руке, у него рука есть? Не в прямом. Да? То есть мы как-то понимаем, что, наверное, не обязательно у него есть рука, если так написано. Тут какой-то другой смысл. Или что он как мать крылом своей, мы же не думаем, что он птица. Когда Богу дают в таком жанре, поэтическом, когда ему приписывают человеческие черты, это называется антропоморфизм. Это когда Бога наделяют человеческими чертами, для того, чтобы сделать его хоть как-то нам ближе и понятней. Это литературные обороты. Таких оборотов в Библии очень много. Самая большая ошибка происходит, когда берут вот такой оборот и буквально начинают по нему учить. Представляете, если кому-то пришло в голову начать учение о том, какого размера рука и сколько пальцев у Бога. Но такие глупости они встречаются очень часто, когда берут такое место и по нему начинают прям по пунктам раскладку. Так вот, когда речь идет об этом будущем и о земле, здесь еще много несовпадений вот с таким взглядом, что земля сгорит. Например, если земля сгорит, так и сгорит, то тогда не очень-то понятно, что имеется в виду, когда написано, что она обновится, свернется как риза. И еще непонятно тогда, что имеется в виду, когда написано, что все дышащее на земле стянает и ждет обновления. Вот этого дня, когда произойдет обновление. Возможно, с какой-то научной точки зрения можно было бы сегодня вылепить версию. Я почему спросила про интерстерал, потому что там замечательная такая картина о том, как человек попадает в другое измерение, в будущее через другое измерение, сам себе шлет послание назад. Мне кажется, что что-то похожее произойдет. Я могу сейчас просто какой-то идиотизм говорить, я делюсь тем, что приходит ко мне на ум. Что-то произойдет, такое ведь даже вот это место, которое говорит, что врата ада не одолеют церковь. Врата ада не одолеют церковь. Получается, весь мир одолеют, а церковь нет. Знаете, почему, как я думаю? Потому что это нечто другого измерения. Вот и все. Это другое измерение. Мы верим в сверхъестественного Бога, Бога, который не измеряется параметрами нашей жизни, нашей земли, нашего времени. Мы говорим о вещах, которые совершенно невозможно измерить человеческим умом. И Библия говорит нам о каких-то вещах, которые мы могли бы с чем-то сравнить, чтобы приблизиться в своем понимании к чему-то близко. И огонь, какой это огонь? Это будет физический огонь? Я не знаю. И вы точно не знаете. Даже если будете говорить, что вы знаете, вы не знаете, какой это огонь будет. Поэтому а небесный город Иерусалим вроде как опускается на землю, снисходит с неба. Или все восходят. Там написано, что он снисходит с неба. Это очень такие моменты, которые заставляют задуматься. Я не знаю, как оно будет, но а вдруг друзья, а вдруг друзья, планета обновится, а вдруг что-то произойдет во Вселенной, откроется какое-то другое измерение, земля обновится, как криза свернется и обновится, как тело человеческое. Человеческое тело. Когда Ишуа воскрес, он пришел в теле. И к первой общине было слово, что если будут исповедовать Ишуа пришедшего не воплоти, это слово вообще не комментируют обычно, который пришел не воплоти, то такое учение есть от Антихриста. Всего лишь одно слово не воплоти. Будут признавать Ишуа, но не воплоти. Потому что очень важно на тот момент в первой общине там уже были серьезные такие влияния греческой культуры, когда говорили, что да, он воскрес, но он чуть ли не голограмма или как там по-другому. Он настаивал, он настаивал, он сделал это очень важным. Плоть, она обновится. Мы не духи и не какие-то вертолеты там, знаете, в воздухе. Плоть, она, мы не знаем какой она будет, но она обновится. Да? Да или нет? Плоть, это очень важно было. И Иоанн говорит о том, что если будут учения, которые будут убирать вот это из воскрешения плоть, какое-то физическое восстановление тканей, это учение от Антихриста. Почему-то это было тогда важно. Гностики говорили, что никакой плоти просто нету, что плоть она вообще там не важна, она греховная и так далее, она к Богу не имеет ничего общего. Бог Израиля настаивал, настаивал, нет, 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 я создал физический мир, никакой он мне не нужный, он важный и возможно все это должно повлиять на нас, эти размышления должны повлиять на нас, как мы относимся к тому месту, на котором мы живем. Как мы можем делать позитивно? Позитивно? Ой, если мы скинем религиозные коробочки с головы, если мы отвернемся, если мы повернемся к миру, как Ишуа сказал, идите, вы обнаружите, что вы находясь частью Божьей общины, можете колоссально менять мир вокруг и что это угодно Богу? Я не хочу вам, знаете, программы придумывать, ну вот я, например, мы сейчас, сейчас теплеет, мы ждем, и мы всех детей и подростков мы повезем в приют для, у нас чудак там один шикарный приют для животных сделал, и я к нему повезу детей и буду просить его, чтобы он рассказал, как он это сделал, что, почему он это делает, какие у него цели, какие планы, как повлияет его работа стерилизации на город вообще, через сколько лет. Он для общества, для общества этот один ненормальный чудак, сделал больше, чем некоторые общины в целом, потому что то можно померять и пощупать, ну, друзья, это такая это реальность, здравствуйте. Да? Если бы верующие люди, исходя из своих убеждений, что Бог им дал заботиться о земле, как Адаму, делали это из веры, я думаю, что для общества это было бы очень много. У нас еще, слава Богу, не так на Западе, в Америке, церквям не доверяют по статистике, доверяют благотворительным организациям, потому что они реально делают общество лучше своими делами. Вот. Это отдельная тема, думайте, размышляйте. Вот. Я вас загрузила сейчас немножко, моей цели такой не было, но это важно понимать, что человек находится вот в таком мире, который ужасно испортил, понимаете, да? Есть замечательная книга, я завтра этот отрывок прочитаю, он смешной очень, она называется «Не так все было задумано». Не так все было задумано, это книга о человеке и грехе, и что произошло с Адамом. в общем, не так все было задумано Богом, как есть сегодня. И, может быть, здесь остановимся, может быть, есть вопросы, или, ну, вы хотите о чем-то, на чем-то остановиться, поговорить. Это Марк Твен, какая книга? Марк Твен, это автор. Нет, я понимаю, какая книга? Я ее точно название сейчас. Ну, я скажу вам завтра, хорошо, ее очень легко найти. Марк Твен, Абадами, Евы, и все. Я не помню, как это называется. Там. И потом людей мучают три вопроса, я один не... Три вопроса, три... Человечество ищет все время ответ на три вопроса. Откуда мы пришли? Они же... Почему мы здесь и куда мы идем? Постоянный поиск ответов создает НЛО, не знаю, там, потерянные цивилизации, версии, все это. А зачем? А кто это создает? Люди постоянно что-то ищут, их не удовлетворяют ответ, они в постоянном незаканчивающемся поиске ответов на эти вопросы. А вот и хорошо, что ищут. Есть, которые не ищут. Обычно не ищут, не могут, им тяжело. На самом деле, вот размышлять или там думать об этом, это не самая лучшая, не самая легкая миссия. Ну да. Вот легче не думать. Легче не думать. Легче не думать, да. То, что я сейчас вам рассказала, это основы веры. На самом деле. Это основы веры. Это то, с чего вообще начинается повествование о том, что произошло с Адамом. Но я не могу прийти к вопросу о душопопечении, если мы сейчас вот, ну, снова это не повторим для себя, не поднимем. Когда, я вот, сейчас будет перерыв, когда был Тубешват в прошлом году, отвечая на твой вопрос, что мы можем сделать, у нас Тубешват по времени года не очень хорошо попадает с деятельностью, которая есть в Израиле. Но в Израиле Тубешват что за праздник, что делают к этим дням? Деревья высаживают. Понимаете, это забота об Эрец Израиль. Я говорю, сделайте его осенью, сделайте что угодно. Сделайте Тубешват в Украине, отвяжитесь от этой даты. Потому что этот праздник был учрежден мудрецами, и они позаботились об Эрец Израиле. Если кто-то был в Израиле, вы видите, что пустыня, 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 только ты приезжаешь в черте города, хопа, цветы, пальмы, все, что хочешь, трубочки проведены, люди позаботились о земле. Что мы можем сделать для себя? Мы сделали презентацию, хорошая презентация была у нас в общении. Вы знаете, она немножко повлияла. Мы сделали статистику, показали ее людям, статистику о том, сколько каждый человек приносит ущерба просто полиэтиленом. Показали статистику, что он не разлагается, что с ним происходит, куда все это дело уходит. И люди начали отказываться от пакетов. И если делают выбор, если вы можете сделать выбор в пользу, например, покупки кефира в такой упаковке или в такой люди делают, мы не решим всю проблему на земле. Но мы точно решим ее относительно своей совести. Вот так. Но сейчас кефира нет в стеклянной таре? У нас есть... Без пластики. В пакетах я имею в виду картонных. А, в картонных? Картонных, да. Картонных. У нас нет. Я не видела. Я, например, отказываюсь. Когда мне говорят, мешочек, говорю, не надо. Да, не надо. Не надо. Вот не надо. И все. Ну, это минимум. Мы детям просто показали. Детям. Вот так сейчас на фейсбуке там опастят. Китов. Столько-то китов. Ужас. Ужас в желудках китов. Там-то. И все так. А-а-а. И пошли опять мусора навалили. Вот. Ужасное количество огромных, огромных китов на берег выкинули, сдохли, потому что полные желудки пластиковых бутылок. В океане есть остров из пластика. Течение наматывает их вот так вот в одну кучу эти все полиэтилены и пластиковые бутылки. Там есть остров огромного размера из пластика. Ну, и, конечно, эти все животные, черепахи и прочее, они так и издыхают. Вот. Ну, и можете ли вы сделать остров меньше? Нет. Но личностное, личностное вот такое отношение вы можете начать с чего-то маленького-маленького. Вот такого. Можешь, можешь. Вот. А если вы возьметесь еще оздоровлением общества займетесь и начнете это где-то, я не знаю, там во дворах проектор в девятиэтажках у нас на соседний дом и покажите эту презентацию народу. летом там, не знаю, когда народ на лавочках сидит, запустите проектор вечерком и покажите эту всю красоту. То есть вот такую работу сделать можно. Ну, это творчество, люди. Вы, я думаю, сами можете искать выходы. Хорошо, перерыв. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова